Всем привет! С вами канал Life on New Zealand и события прошедшей недели. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь на него, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие видео. На прошлой неделе у нас появился один заболевший коронавирусом в обществе. Это работник отеля, уборщик отеля карантинного, в котором он работал и получилось так, что он каким-то образом подхватил вирус. В то же время он уже был вакцинирован первой прививкой, поэтому у него все бессимптомно протекает на данный момент. Но вот вся семья его сдала тест, и тест оказался отрицательным, так что в принципе переживать не стоит, никаких проблем нету сильных. Но естественно в связи с этим сразу же заявили, что будут пересмотрены все правила вселения, проживания, нахождения в карантинных отелях. Ну это каждый раз после любой вспышки, постоянно они заявляют, что будет все ужисточено, но все по новой происходит раз за разом. Поэтому я не знаю, изменится что-то или нет. В первую очередь некоторые предлагают обязать людей оставаться в своих комнатах все две недели, потому что на данный момент люди свободно перемещаются по отелю, что в принципе недопустимо. Некоторые говорят, что в Австралии те, кто были в карантине, там более жесткие правила, там тебя вселяют в свою комнату, и ты находишься в ней две недели. Тебе приносят еду и так далее, то есть возможно есть какие-то послабления, чтобы тебе выйти, пройтись, прогуляться, заняться спортом. Но не настолько все это легко и просто, как в Новой Зеландии. Возможно поэтому и где-то человек дотронулся, оставил вирус и работник подхватил его. Но посмотрим, что-то изменится или не изменится. Если изменится, то это хорошо. Вакцинация в Новой Зеландии продолжается, идет полным ходом, и всех разделили на категории, от более важных к менее важным. По радио постоянно крутят рекламу социальную в виде того, что вакцины хватит на всех. Грубо говоря, подготавливают людей к тому, что как только подойдет ваша очередь, вам сообщат, что вакцина бесплатная, все хорошо, и все мы будем жить и радоваться, и наслаждаться. Вот уже начались первые звоночки для тех, кто отказывается от вакцинации. Например, работников таможни, работников границ, их уже пытаются отстранять от работы на таможне непосредственно при общении с прилетевшими, те, кто отказался вакцинироваться. Их никого не увольняют, их будут переводить просто на другие места работать, а туда будут людей переводить, которые вакцинировались. То есть это уже первый звоночек, пока никого никуда не уволяет, но это уже такое подталкивание людей, что вакцинироваться придется всем. И я думаю, не только в Новой Зеландии, я думаю, во всех странах все-таки потихонечку, потихонечку людей всех вакцинируют и никуда, мы не денемся. Многие против, кто-то за, кто-то против. Мир, как всегда, разделяется на два лагеря, даже, наверное, на три. У кого-то просто теория заговора в голове, но хочешь ты или не хочешь, скорее всего, всем придется вакцинироваться. Некоторые, возможно, знают уже, что Международная ассоциация авиатранспорта, авиасообщений, приняла решение протестировать электронный паспорт того, что ты вакцинирован, вакцинации на рейсах Лондон-Сингапур. Они будут тестировать это. И в то же время новозеландская авиакомпания Air New Zealand заявила, что они планируют также протестировать эту систему на рейсах Окленд-Сидней. Как только откроется пузырь, транс-османский пузырь между Австралией и Новозеландией, все ожидают, что это произойдет к концу апреля. Будем очень надеяться. Все просто ждут, не дождутся. Все турфирмы кричат, что необходимо это сделать как можно быстрее, потому что действительно экономика переживает не самый лучший свой год. Опять же, экономика в плане туристического бизнеса, потому что очень-очень всем тяжело. Причем с островами Кука тоже планируется открытие в ближайшем будущем. С января граждане островов Кука, жители островов Кука имеют право прилетать в Новую Зеландию без карантина уже. И это сказалось, опять же, на экономике островов Кука, потому что они выживают только за счет туристов в основном. Там проживает всего лишь 17 тысяч человек, население островов Кука. И из-за того, что разрешено влетать без карантина в Новую Зеландию, люди стали покидать острова Кука в поисках работы, потому что работы на островах нет, туристов нет, естественно, обслуживать некого. И экономика терпит крах тоже на островах. Они в отчаянии, они просят немедленно открыть. Вот Джасинда вроде как на следующей неделе встречается с представителями островов, чтобы обговорить, как это произойдет открытие двухстороннего без карантинного авиасообщения. На данный момент, я уже сказал, жители прилетают сюда, и по прогнозам специалистов, если дело пойдет так дальше, то острова Кука просто рискуют потерять до 60% работоспособного населения страны. Опять же, потому что люди едут, ищут, где они могут работать, они прилетают в Новую Зеландию, ищут работу, чтобы просто кормить свои семьи и выживать. Так что всем требуется открытие границ. Около 6 тысяч обладателей рабочих виз не могут вернуться в Новую Зеландию. Это обладатели рабочих виз, которые получили после окончания обучения. То есть в Новую Зеландию, если ты учишься полноценно, после окончания ты имеешь право получить рабочую визу для поиска работы и дальнейшего трудоустройства, чтобы остаться в стране, получения резиденции. Так вот, люди, которые еще до карантина получили эти визы и по какой-то необходимости вылетели к себе в страну, чтобы потом вернуться, остались в своей стране, и никто их сюда не пускает. Причем срок виз постепенно подходит к концу, люди влететь не могут, поиск работы не могут осуществить, и постоянно жалуются, постоянно спрашивают у Министерства эмиграции, когда вообще произойдет какой-то сдвиг. Но Министерство говорит, что сочувствует им, что они переживают за них тоже, но помочь на данный момент ничем не могут. Так что люди просто-напросто отрезаны и не могут воспользоваться этим случаем, этой возможностью найти работу и остаться в Новозеландии. Новозеландские госпиталя охватил кризис. Причем ужасный кризис, я сегодня обновление прочитал. Истории, конечно, из ряда вон выходящие, что творится в новозеландских госпиталях. А связано это с тем, что бешеная нехватка медперсонала в стране, огромная нехватка, и в некоторых госпиталях люди ожидают, женщина одна рассказывала, что она ожидала 16 часов в приемной, это срочной медицинской помощи, 16 часов ожидала, чтобы помогли ее пожилому отцу. Представляете, 16 часов сидеть в emergency department, в департаменте неотложной помощи, чтобы вам помогли. Конечно же, тебе не дадут умереть, конечно же, там распределяют людей в порядке сложности и так далее, и опасности. Однако это безумное количество времени, плюс говорят, что просто нехватка врачей, нехватка медсестер, и из-за этого огромное скопление больных. Плюс люди стали очень нительными после всех этих событий с коронавирусом, и в случае любого какого-то недуга, любой какой-то проблемы, очень многие просто едут в больницу, именно в неотложную помощь получать. Также, что греха таить, многие, чтобы не платить деньги за визит к семейному врачу, идут при температуре обычно, идут в больницу и пытаются получить там медицинскую помощь, консультацию врача, потому что это бесплатно, если ты идешь не в поликлинику, а в больницу, потому что это необходимая медицинская помощь. Так что бешеная нехватка врачей, ничего почему-то до сих пор не сделало правительство с этим, только разговоры, только говорят. Сюда врачам попасть безумно тяжело, потому что им необходимо подтверждать кучу документов, кучу справа, кучу бумажек. Это, конечно же, все останавливает, многих это тормозит от переезда в Новую Зеландию, я не знаю. Необходимо что-то делать, потому что даже, несмотря на то, что местные стали идти учиться на тех же медсестер, этого недостаточно, плюс когда это и произойдет, когда эти люди выпустятся, неизвестно. Так что на данный момент все очень-очень неприятно и неблагоприятно, так что начинаю немножко даже переживать, что если что-то случится, как быстро тебе помогут и успеют ли помочь. На этой неделе иммиграционная полиция задержала четырех китайских нелегалов на одной из строек, но в Окленде. Дело в том, что меня это даже удивило, потому что столько времени уже сюда никто не мог въехать, лететь. Это получается, они долгое количество времени работали нелегально на стройках. И естественно, их арестовали по наводке, не просто так, просто так полиция не ходит по стройкам и не проверяет документы. Но вот четырех человек арестовали и заявили то, что их работодатель, так называемый работодатель, над ними издевался, платил им безумно мало, они работали там под 15-16 часов и так далее. То есть, и в их защиту выступили некоторые адвокаты, говорят, заявляют, некоторые правозащитники заявляют, что так как это было издевательство над людьми, они считают, что им необходимо сделать рабочие визы. Но жалко, конечно, людей, никто не спорит, однако закон есть закон, и если ты хочешь работать в стране, ты должен получить визу для работы. Они приезжают сюда нелегалом и потом таким образом пытаться легализовать свой статус. В то же самое время мы не знаем, по какой причине люди сюда приехали и почему они на это пошли. Так что, наверное, это должен разбираться суд с этими делами. Хотя вот заявили, что их буквально в апреле уже должны депортировать обратно на родину. То есть, это были китайские гастарбайтеры, то есть, их в Китай обратно депортируют. Ну и курьезный случай произошел в одном из автосалонов Окленда. Этот курьезный случай был заснят на видео, вы можете его поискать в интернете. Только прибывший из Великобритании Porsche Cayenne был угнан прямо от дверей автосалона. Работник автосалона после растаможки, после его получения автомобиля подогнал его к дверям и пошел оформлять какие-то бумажки, документы. Тут на видео все записано, все интересно так посмотреть, конечно. Обычный человек шел мимо, увидел машину, подошел, посмотрел вокруг, никто на него не смотрит, не наблюдает. Сел, завел, аккуратненько выехал с территории автосалона и уехал благополучно. Дело в том, что полиция заявляет, что эта машина не была до сих пор зарегистрирована, поэтому, естественно, легально на ней передвигаться по стране нельзя. Но я не думаю, что кто-то ворует в Новой Зеландии машины, чтобы на них передвигаться. В основном, в 99% случаев машины воруются, либо чтобы покататься молодежью и бросить их, либо для того, чтобы разобрать на запчасти. Скорее всего, это и будет сделано. Потому что мы остров и очень тяжело легализовать автомобиль на этой территории, украденной. Каким-то образом перебивая номера и так далее. То есть, ну, сложно это сделать. Поэтому вот такой курьезный случай. И как это произошло? Беспечность. Наверное, люди просто привыкли к тому, что все спокойно, все тихо, все хорошо. И вот такая беспечность, оставление ключей в автомобиле и привело к этой ситуации. Ну, на сегодня это все. Расскажу вам о погоде в окладе на следующую неделю. Ожидаются дожди, начиная с понедельника. Причем понедельник-турник с грозами, возможно. Потом переменная облачность и также возможны дожди. В течение всей недели, в пятницу вроде как должно распогодиться. Но на такое дальнее, так скажем, на такое далекое время тяжело вообще понять, погода изменится или нет. Потому что очень переменчивая погода во всей Новой Зеландии. Днем ожидается 21-24 градуса, ночью 15-18. Так что, в принципе, такой бархатный сезон лета продолжается в Новой Зеландии. Это хорошо, это радует. Однако, однако, уже чувствуется осень. Листья начинают потихоньку желтеть на многих деревьях, нападать. Так что осень приближается. Надеюсь, что она продлится теплой долгое время. Ну, как я уже сказал, на сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Ну, а я прощаюсь с вами. Всем пока, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok